МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И эвакуировали пострадавших. Енисейские пожарные провели плановые учения. Ручная пушка 17 века. Экспонат царских времен обнаружили в фондах Минусинского музея. Хоть она и назвала легкой, но веса составляет около одного пуда. То есть чуть меньше, может быть, 16 килограмм. В Железногорске в июне отключат аналоговый эфирный сигнал. И все городские телевизоры перейдут на цифру. Для 92-летней Марии Клементьевны телевизор и развлечения, и источник информации. Про цифровое телевидение женщина слышала, но как переключить свой старенький телевизор, не знает и переживает, что лишится любимых передач. Слышала, что телевизоры будут переходить на цифровое телевидение. Что у меня старые телевизоры, что мне делать с ними, где мне какие покупатели, куда обращаться, чтобы я смотрела все передачи. Вещатели предоставят 20 бесплатных федеральных каналов. Прием сигнала может зависеть от модели телевизора. Для несовременных моделей придется купить приставку для приема сигнала. Но все это не касается Железногорска, подчеркнули в администрации. Все кабельные поставщики контента могут показывать цифровую картинку уже сейчас. И для абонентов, получающих сигнал по кабелю, ничего не поменяется. Обязательно купить приставку-декодер нужно лишь тем, кто не подключен к кабельному телевидению, и при этом имеет еще старый телевизор с обычной комнатной антенной. В администрации отметили, сейчас предстоит провести работу по всей территории. Узнать, сколько домов в поселках и деревни Шевера нуждаются в установке приставок для приема сигнала. По нашим поселкам и по деревне Шевера, ну, здесь, конечно, надо отрабатывать по всем. Если у нас кабельное телевидение заведено в Додоново, в Подгорном, в Новом Пути, в Тартате и в Шеверах такого нет. В Тартате есть уверенный прием, там можно будет устанавливать через приставку, то в Шеверах, к сожалению, нет приема. Там часть домохозяйств уже установили себе, спутниковые антенны, ну, порядка 45, да, и порядка 50, и вообще нет ничего. Поэтому там вот надо будет проводить прямо поддомовую работу. По словам Сергея Пешкова, комплекты оборудования могут приобретаться централизованно или по личному запросу. Приставка стоит около 1000 рублей. Сейчас в Железногорске для работы с населением создадут волонтерскую группу. Займется этим молодежный центр. Ребята будут раздавать листовки и рассказывать горожанам о переходе на цифру. Малоимущим поможет соцзащита. Более подробную информацию можно узнать на сайте смотрицифру.рф или по телефону горячей линии 8 800 220 20 02, а также у железногорских поставщиков услуг. Мемориал Победа ждет серьезная реконструкция. Инициатива Совета ветеранов наконец получила поддержку и теперь проходит процедуру торгов, в результате которых будет определена организация, которая возьмется за масштабное благоустройство. Для того, чтобы понять, в каком состоянии находится мемориал, достаточно подойти к нему поближе. Если с той стороны фамилии еще более-менее читаемы, то здесь некоторых уже просто не видно. Они выгорают на солнце. Кроме того, в силу разных причин появляется все больше треснувшей плитки. Вот здесь, например, одна здесь, вон там кусочек. Конечно, можно было и дальше кисточкой рисовать фамилии, искать в магазинах современные аналоги еще советской плитки. Но гораздо более удачным решением, конечно, является обновление всего этого места. Стоимость контракта составляет 4 миллиона 550 тысяч рублей. Работ запланировано немало. По сути, весь мемориальный комплекс, за исключением бюстов героев, будет полностью демонтирован. Заново его возведут уже в другом виде. Чтобы закупили плиты, чтобы на них нанесли фамилии вот этих, а их немало, немного, а 6,5 тысяч этих фамилий здесь, участников Великой Отечественной войны. Затем памятник войну. Тоже постамент весь разваливается. Так сам памятник остается, а постамент будет обрамлен тоже плиткой гранитной. Ну, под одно все, чтобы было. Затем, что еще планируется? Здесь вот навести порядок покрытия на земле. Вот эти плиты все убрать, потому что они уже перекороблены. Можно ногу сломать. Уложить брусчатку. Плитка, на которую в будущем планируют нанести имена участников войны, будет схожей с той, которая использовалась на расположенном неподалеком мемориале Чернобыльцам. А к уже имеющимся фамилиям добавят несколько десятков новых, которых по тем или иным обстоятельствам не было на старом мемориале. Нынешний комплекс возводился в три этапа. В 1955 году был установлен памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. В 1995 году к нему добавили плиты с именами канцев, а в 2002 году бюсты героев Советского Союза. Работы по обновлению этого места планируется начать после празднования Дня Победы в этом году. И в этом же году, но уже в сентябре, мемориал планирует открыть в уже ином, более современном и благоустроенном виде. Поезд здоровья отправится на восток Красноярского края. В марте медики передвижного центра побывают на станциях Тинская, Ингажская, Иланская. Далее специалисты отправятся в Канск, Филимонова, на станцию Солянка и Заозерное. Состав оснащен современным диагностическим оборудованием. Это рентген, УЗИ, различные лаборатории, стоматологические и хирургические кабинеты. Желающим получить консультации узких специалистов и пройти обследование, необходимо иметь при себе паспорт, полис и выписку из медицинских документов. Помощь предоставляется бесплатно. Участники и ветераны Великой Отечественной войны обслуживаются вне очереди. За день специалисты готовы принять до 150 человек. Жители края приглашают принять участие в творческом конкурсе «Ты в ГТО, а значит в теме». В этом году он пройдет по четырем номинациям – видеоролик, фотография, фотоколлаж и художественный рисунок. Тема творческих работ должна быть напрямую связана с комплексом ГТО. Мотивировать к ведению здорового образа жизни, содержать процесс подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. Демонстрацию собственных спортивных возможностей. Принять участие может любой желающий. Заявки принимаются до 1 июля по электронной почте. Подробную информацию уточняйте по телефону, который сейчас на экране. Условная пожарная тревога. Возгорание на втором этаже. Производится эвакуация работников со всего здания. Более чем полторы сотни чиновников и посетители спешно покидают трехэтажное здание через два запасных выхода и собираются во дворе. Здание администрации опустело за 6 минут. В 10 часов 30 минут в дежурную диспетчерскую службу поступил сигнал о возгорании. В одном из кабинетов задымился компьютер. Работники не смогли самостоятельно справиться с огнем и вызвали пожарных. Такова легенда тактических учений. Пока еще неизвестны масштабы трагедии. Есть ли условно пострадавшие, но пожарные уже здесь. А значит можно надеяться, что они быстро устранят эпицентр возгорания. Разворот пожарных рукавов, облачение в газодымозащитные маски и спасатели поднимаются на верхние этажи на поиски пострадавших. Выйти в безопасное место успели не все. В условном плотном дыму девушка обнаружена практически сразу. Ее спасатели выводят в спецоборудование. Другого мужчину находят в дальнем кабинете. А этот сотрудник администрации давно уже подает сигналы тревоги. Его спасают при помощи лестницы. Прикольно. Ну, ощущения неизведанные еще доселе. Ну, страшно, но чувствовали, наверное, все равно, что у вас защита. Да не, не страшно. Ну, понятно же, что эта лестница, она для этого предназначена. Я же видел, как он бежит. А ну, значит, и меня выдержат, он в экипировке, а я так, налегке. С поставленной задачей сегодня справились все. Подобные учения проводятся не ради галочки. Важно, чтобы каждый работник понимал, как действовать в случае пожара. Мы знаем, как вести себя при пожаре. Паники у нас не было. Окна закрыли, взяли все самое ценное. И по направлению стрелочек спустились вниз по лестнице. И вышли на улицу к горжу. Учения проводятся для повышения мастерства личного состава. Для того, чтобы определить, правильно ли работает личный состав на пожаре. Правильно ли работает в системе газо-защитной службы. Правильно ли развертывается. Правильно прокладывают линии. Это уже тактические учения, которые определяют, насколько человек может ориентироваться в задумленной зоне. Всего в учениях приняло участие 3 единицы техники и 45 сотрудников разных ведомств. Через час работники администрации заняли свои места и приступили к работе. Хоть она и назвала легкой, но довольно-таки увесистая. Вес ее где-то составляет около одного пуда. То есть чуть меньше, может быть, 16 килограмм. Этой грозной чугунной пушки больше 300 лет. Калибр 30 миллиметров. Хоть ее и называют ручной, удержать увесистые орудия во время боя было достаточно сложно. По мнению сотрудников музея, прежде всего это крепостное оружие. А использовали его для защиты укреплений, острогов и караулов. А он единственный подобный. Поэтому, разумеется, ценный. Ну, как, собственно говоря, с чего я начал, любой предмет, относящийся к быту казаков с 17-18 века, он, вот, самая бытовая мелочь, казалось бы, она, как правило, в единственном экземпляре и поэтому представляет ценность. Почему так мало этих предметов? Да потому что население это крохотное было, малочисленное. Скорее всего, такие пушки изготавливали штучно-кустарным способом и для небольших казачьих отрядов. Об этом говорит качество орудия. Историки уверяют, это было очень неудобное оружие. В полевом сражении из-за низкой скорострельности еще и малоэффективное. Крайне низкая точность оружия позволяла вести эффективную стрельбу только с дистанции в упор. А сам выстрел происходил с большой и непредсказуемой задержкой. Уважение вызывала только угоянная сила этого оружия. Столетия назад такие пушки заряжали камнями и свинцом. Если выстрел был сделан в упор, противника не спасала даже металлическая кольчуга. Подобное оружие использовалось русскими казаками, которые появились на территории юга Пренесейского края в конце 17 века. Первый русский острожек был построен в 1675 году. Назывался он Абаканским. Как крепостная пушка попала в музей, до сих пор остается загадкой. Сотрудники фондов предполагают, скорее всего, это была случайная находка. Экспонат в скором времени займет свое место в новой экспозиции под названием «Русская колонизация населения и казаки». Только представлена она будет уже в другом корпусе.